Уровень гражданской активности в России за последние 10 лет увеличился на 10% по данным Фонда общественного мнения. Доверие к общественным и некоммерческим организациям растет, как и количество людей, желающих принять участие в их деятельности. Это ставит перед молодежными организациями ряд вопросов. В частности, что они готовы сделать для того, чтобы мобилизовать весь потенциал и не навредить студентам. А перед студентами встает задача расстановки приоритетов. Это ток-шоу «Казнить нельзя помиловать» и мы начинаем. Сегодня с нами участники Всероссийского студенческого форума федеральных университетов «Казанский формат». Лидеры и актив студенческих общественных организаций и объединений институтов юридического факультета Казанского федерального университета. Также с нами наши спикеры. Это Климентева Алина Васильевна, председатель Объединенного совета обучающихся Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта. Сергеев Сергеевич, заместитель председателя Первичной профсоюзной организации «Союза студентов» Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И Мутугульна Гульфия Арифатовна, руководитель коммерческого социально-творческого благотворительного проекта «Я добротворец», выпускница Казанского федерального университета. Также сегодня с нами наши многоуважаемые эксперты. Юлия Владимировна Виноградова, директор департамента по молодежной политике Казанского федерального университета. Савенко Григорий Петрович, председатель Первичной профсоюзной организации «Студентов и аспирантов» Северо-Кавказского федерального университета. Спирчагова Татьяна Анатольевна, дотянут кафедры из теории и практики электронных средств массовой информации, Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. И Панкова Екатерина Сергеевна, заместитель директора по социально-воспитательной работе Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. В рамках ток-шоу мы обсудим три важных вопроса, особенно актуальных для студенческого актива и общественных организаций. И первый вопрос звучит как? Активист для галочки. Что есть студенческий активизм? Так, начнем мы, наверное, с Клементьевой Алины Васильевны. Пожалуйста. Добрый день. Что я понимаю под активист для галочки? Студенческий активизм делится все-таки на два направления, на две мысли, по моему личному мнению. Это когда студент делает что-то только для своего блага, для каких-то дальнейших своих целей, для каких-то своих выгод. И второе, когда он делает жертву всем своим временем, своей жизнью, например, во благо университета. Но здесь самое главное — это найти точки соприкосновения, когда две цели, у каждого человека есть личная цель и есть в организации общая цель. Самое главное, чтобы студент и университет пересеклись в какой-то более компромиссной точке, чтобы и университет остался доволен и добился своих целей, но и студент добился тоже своих определенных. То есть будь то навык, будь то дальнейшие связи, устройство на работу или еще что-то там, или как минимум стипендия, например. То есть чтобы было понимание, что все-таки активизм — он не для галочки, активизм — он для дальнейшего развития. И здесь самое главное, от университета тоже очень большая, наверное, должна быть поддержка, чтобы не было это настоятельным и не было это в жесткой какой-то форме, что есть вот определенная цель, и ты должен. Вот слово «должен», этого слова не должно быть. Поэтому мое мнение все-таки, что надо уметь находить компромиссы между двумя целями — общей и личной. Большое спасибо. Сергей Сергеевич. На самом деле тема весьма интересная, потому что про активистов обсуждают всегда, условно, в кулуарах очень много, а вот так, чтобы на широкой аудитории, не так, чтобы и часто. Я не очень понимаю вообще понятие, что такое активист для галочки, потому что я считаю, что если человек где-то участвует, он участвует добровольно, как можно заставить тебя прийти сюда? Да. Но нельзя этого сделать. Ты можешь прогулять, ты можешь проспать, ты можешь… Даже если ты здесь окажешься и тебя привели сюда насильно, ты выключишься, ты уткнешься лицом в свой гаджет, и ты будешь сидеть там. Поэтому нельзя быть активистом для галочки. Но можно выстраивать правильную, как уже сказала коллега ранее, правильную траекторию развития, чтобы человек мог развиваться в том направлении, которое ему интересно. Надо понимать, как я уже сказал ранее, что сейчас новый век, мы живем в очень интересное время, когда происходит и смена поколений, и смена многих ориентиров. И те, кто в этой сфере уже, скажем, больше трех лет, допустим, возьмем за минимально, они видят, как отличаются студенты, которые приходили три года назад, от тех студентов, которые приходят сейчас. Я не буду брать более даже широкую перспективу. Сейчас происходит то, что людям становятся неинтересны долгосрочные проекты. Им неинтересно на протяжении долгого и времени за какую-то идею идти вперед за ней планомерно. Нет, людям нужны короткие, понятные, простые цели. Вот сегодня я хочу реализовать большой классный фестиваль, потом через месяц я хочу улететь и отдыхать за границу, потом я хочу вернуться, попробовать себя в этой сфере и так далее. И проблема-то отключается в том, что сейчас наша система образования, наша система органов студенческого управления, которая есть в вузах, они не всегда адаптированы к этому. Они привыкли по старинке, что товарищ, у тебя есть должность, ты должен в рамках этой должности развиваться, а людям становится неинтересно. И поэтому возникает этот самый активизм для галочки, когда человеку говорят, что ты должен, и те, кто наиболее ответственный, они начинают, я раз я должен, я буду ходить на мероприятия. Но это неправильно, мы должны научиться, и с вами, может быть, сегодня, в ходе сегодняшней дискуссии, найти какие-то пути, как выстроить систему органов студенческого управления в вузе таким образом, чтобы были индивидуальные траектории развития, чтобы каждый человек мог в нужной ему степени раскрыться, чтобы он мог развиваться в тех областях, которые ему интересно, в тех процентных, которые он для себя ставит. Поэтому я не верю в активизм для галочки, я верю в то, что есть интересы, идеи, есть возможности у вуза, у органов государственной власти, на то, чтобы эти активности, эти возможности развивать. Спасибо. Спасибо. Друзья, всем здравствуйте. Соглашусь с коллегами, ну и не соглашусь с коллегами, по каким-то вопросам, наверное. Наверное, нахожусь в своей альмаматоре, училась в Казанском федеральном, поэтому хочется говорить правду. Есть такое, что нас заставляют, и приходи для галочки, стоять, улыбаться, махать. Но я тоже через это все проходила, когда-то давно, когда еще я вообще сама из Кирова, из Кировской области, и там начиналась моя общественная деятельность. Когда приехала в Казань, здесь тоже началось с самого начала, как ты флагом машешь там или стоишь. Но в любом случае это такой большой рост. И если ты это используешь, ты это считаешь как активизмом просто для галочки и для того, чтобы просто постоять, то ты используешь его так. Если ты хочешь как-то развиваться, то, соответственно, у тебя это будет намного интереснее и продуктивнее, когда ты будешь общаться с людьми, когда ты будешь во время этого должностного стояния на акции просто будешь эмоциями обмениваться с ребятами. Это уже по-другому совершенно будет. И этот активизм, он перерастет в что-то большее. Вообще, я сторонник того, чтобы в любом случае, в любом моменте, в какой-то ситуации всегда искать выгоду себе. Давайте же согласимся, мы все по своей натуре эгоисты, только в разных степенях. Вот все-все эгоисты. И каждый раз мы используем какие-то мероприятия либо еще что-то в личных своих целях. Будь то благотворительные, будь то социальные, будь то вообще, не знаю, политические. Это всегда все в своих в первую очередь, в своей первую очередь цели личные. А потом это уже можно подстроить по другие направления. Активизм для галочки может быть есть, но я сторонник того, чтобы ты работал в первую очередь для своей дальнейшей жизни, как говорила моя коллега. Спасибо. На самом деле, зачастую, я думаю, многие сталкивались, активисты, которые провели в этой, так скажем, среде довольно-таки большое количество времени, что там подходят какие-нибудь молодые ребята и спрашивают, как стать активистом. На мой взгляд, это такая явная предпосылка того, что человек не понимает, чем он хочет заниматься в принципе, и все-таки поэтому это к чему? К тому, что нужно исходить, я думаю, исходя из непосредственно каких-то своих личностных предпочтений, то есть сферы, в которой ты хочешь развиваться, для того, чтобы это имело какой-то эффект. Потому что люди вырастают, а активизм им уже кажется какой-то вещью, которую они попросту переросли. Хотя на самом деле, я думаю, это не так. И сейчас, конечно же, мы хотим дать слово нашим экспертам. Есть желание высказаться? Пожалуйста, Юлия Владимировна. — Добрый день, спасибо большое. Хотелось бы действительно высказаться. И здесь, наверное, я хотела бы ответить на вопросы. Я услышала Гульфия, представитель Уральского федерального университета, и вы сами сказали о том, что становится активистам неинтересно, что они хотят короткие проекты. Вы говорили о том, что все-таки приходят для личных целей. И вот мне кажется, что вот это все, если соединить все, что вы сказали вкупе, и в принципе вредит тому, что развитием общественных объединений. Потому что мне кажется, что когда, если в ВУЗе есть именно система, которая именно координация и развитие студенческих общественных объединений, то я думаю, что это будет эффективный путь развития этих объединений. Вторая важная вещь, что очень много, мне кажется, на мой взгляд, и коллеги согласятся, зависит от руководителя организации. Если сам руководитель организации придет, не как вы говорили, для личных целей, с выгодой для того, чтобы сделать через эту организацию себе карьеру, стать депутатом Госсовета, потом пройти в Госдуму, или же завоевать какую-то некую должность, то тогда, потому что иначе тогда, как правильно вы говорите, он делает это и всю организацию использует для личных целей. И я думаю, что, коллеги, вы видели этот пример неоднократно. И тогда, соответственно, те люди, которые приходят, они понимают, что они работают не на организацию, не на себя, а они работают на этого человека для того, чтобы этот человек стал и пошел дальше. И тогда уже действительно становится недоверие, не то, что ты становишься активистом для галочки, а ты не понимаешь, для чего этот вообще весь студенческий активизм. Второе, то, что вы говорите о краткосрочных проектах, я думаю, это говорит не до конца о развитии того руководителя, который стоит у организации. Вот я уверена, что Алина, которую я вижу уже не на первом форуме, а с первого форума, который был в Якутске, студенческий формат. И я думаю, что за этим человеком стоит большое количество активистов, которые выросли, которые добились каких-то больших достижений, и при том не только на благо себя, но на благо Балтийского федерального университета. Потому что если человек стоит и развивается, и проходит не одно поколение активистов, они действительно получают, первое, это бесценный опыт, второе, это, соответственно, возможность реализации, потому что любая студенческая общественная организация, я считаю, это площадка для возможности пробовать ошибаться. И именно руководитель может подсказать и раскрыть этого человека. Он может найти тот путь, который, некую дорожную карту, и увидеть этого студента, этого активиста, и уже посмотреть, и дать ему дальнейшую жизнь. Поэтому вот пока на этот период хотелось бы высказать, наверное, вот эту идею, и хотелось бы услышать, наверное, мнение больше нашей аудитории в ответ. Можно это я все-таки попробую немножечко откомментировать, чтобы у нас, может быть, дискуссия какая-то зародилась. Сергей Сергеевич, давайте. Потому что на самом деле я хочу быть правильно понятым. Я выступаю за то, что активист — это неоднородное понятие. Нельзя сказать, что вот активист — это очень широкое понятие. Активисты бывают разные, и, соответственно, внутренняя мотивация у каждого разная. Я не говорил, что нет людей с горящими глазами, которые приходят за идею. Нет, они есть, и я уверен, что сегодня здесь сидят те люди, у которых глаза горят, которые действительно работают за то, чтобы менять мир вокруг себя лучше, менять мир вокруг себя, делать его лучше, менять жизнь людей, которые рядом, и так далее. Но я говорил про некий тренд, который есть, который определенно чувствуется, про который говорят социологи, про который говорят политики, про который говорят общественные деятели, ученые и так далее. Это есть. От этого сейчас никуда не уйти. Я говорю про то, что современная организация, которая живет принципами не 20 века, а которая устремлена в будущее, эта организация студенческая, она это будет понимать. И она будет адаптировать собственную систему по то, о чем мы говорили, развивать студенческие возможности, но именно в рамках того тренда, про который я озвучил. Мне кажется, именно так. Может быть, мы как раз и должны подумать. Вот здесь, я уверена, в этой аудитории собрались, даже не важно, эксперт, спикер или тот, кто сидит, вопрос даже не в ролях. Что именно мы можем подумать, как из студенческого активизма, который для галочки, сделать, чтобы он был не для галочки. Я думаю, что люди, которые в этом зале, они на это способны. Способны? Мы сейчас вот говорим об определенном эгоизме, и вроде бы это все воспринимается довольно-таки негативным ключе, что вот люди приходят. На самом-то деле, много ли вы знаете проектов, которые делались только на каком-то ощущении из разряда «все для всех»? Потому что понятно, что человек просто зачастую, грамотный человек, который собирается, так скажем, достичь определенных целей, он, я так думаю, понимает, что его личные успехи зачастую зависят от успеха его конкретного проекта. Если он продолжает им заниматься, если он понимает, что его проект выходит на новый уровень, его замечают. И если, так скажем, нет вот этого какого-то драйвера для роста, то выживет ли проект сам по себе? Просто мне, на мой личный взгляд, кажется, что все-таки таких людей, которые готовы, ну, де-факто, заниматься попросту добровольчеством, их не так много, и они все-таки идут именно в добровольчество. Мнение? Может, есть мнение из зала? Да, пожалуйста. Спасибо. Ну, во-первых, на самом деле такие проекты есть, и в Балтийском федеральном есть такой один пример. Группа студентов из Латвии когда-то приехала в Балтийский федеральный учиться, и у нас было попросту слишком много времени свободного, которое хотелось направить именно на какое-то благое дело. И мы это делали просто потому, что нам это было интересно. В какой-то момент университет предложил, а давайте сделаем что-то вместе, сделаем что-то действительно крутое, и из небольших поездок в детский дом родилась волонтерская организация. Но на тот момент все равно мы не выходили никуда за какие-то громадные рамки или делали какие-то громадные проекты, не светились где-то в СМИ, были свои фотографы-любители, небольшие посты ВКонтакте. Именно для тех ребят, которые приходили на эти мероприятия, почувствовать, ну, конечно, да, наверное, и свою значимость, и какой-то внутренний комфорт, да, и ощущение того же, там, нужности и так далее. Но по факту мы эти проекты делали, потому что нам это было действительно интересно, без дальнейших каких-то планов на будущее, именно взять волонтерскую организацию и развить из этого что-то, как я потом могу вырасти. Ну, вот таких идей на тот момент не было. И организация просуществовала пять лет именно в таком ключе. И из 20 человек, которые стояли в истоках, организация выросла до 500 постоянных активистов, 7 направлений деятельности, и все это было благодаря просто активным ребятам, которые хотели заниматься, которые хотели делать мир, вот правильно, да, Сергей сказал, делать мир немножко лучше, без намека на что-то дальше. Конечно, это не все 500, я уверена, были такие, но как минимум те, кто стояли в истоках, у нас были именно вот такие альтруистические немножко взгляды на жизнь на тот момент. Спасибо. А мнение? Может, есть мнение у экспертов, участников? Просто можно я добавлю, продолжение темы, что по сути, какие бывают внутренние драйверы, те самые, про которые говорит коллега, их же два. Это либо эмоции, либо какие-то, условно говоря, возможные компетенции, возможные какие-то там новые навыки. К эмоциям можно отнести различные вещи, связанные с материальным, потому что они, в свою очередь, вызывают эмоции, но я не про это. Я говорю про то, что люди, которые действуют за идею, они есть, и вот таких примеров миллиона, парировано вот на вашу рубрику, на вашу ремарку, на тему того, что много людей делают свои первые шаги или не первые шаги только потому, что им интересно. Если мы обратимся к Википедии, студенческий активист это тот активист, тот студент, у которого есть определенный интерес, и он может быть, и поэтому он является активистом. А если человек приходит на мероприятие просто поставить, то какой у него интерес? Можно ли его назвать активистом, исходя из определения? Вопрос. Но количество людей, которые приходят попросту поставить на мероприятие, помахать флагом и так на протяжении всей своей студенческой жизни. А это активист? А вот вопрос как раз таки, что есть активизм? Вопрос так как раз таки звучит. Просто многие люди воспринимают как раз таки за пределами какой-то активистской деятельности, активизм, как вот именно то, что сейчас мы описываем. Помахать флагами, там где-то постоять, прийти, там полыбаться, и что это вся вот их деятельность людей, которые этим занимаются. Как бы не понимая, что тут есть совершенно иные аспекты, которые скорее выходят на первый план. Вот. Я думаю, вы с этим сталкивались. Здесь же в то время, когда он будет стоять с флагом, он может заметить какую-то интересную деятельность, какого-то интересного человека, и за которым он пойдет. То есть изначально, возможно, человек приходит для того, чтобы, да, для галочки, потому что сказали прийти туда. Но вот здесь задача, задача всего окружения, всех лидеров, задача университета, задача студенческих организаций завлечь в тот момент, когда вот студент сделал шаг, шаг навстречу студенчеству, шаг навстречу какой-то активности. И здесь надо успеть его выхватить, его чем-то зацепить, то есть образно и грубо говоря посадить на какой-то крючок, потому что его надо чем-то замотивировать и предложить ему, что у тебя что-то будет, или, например, есть вот такая вот деятельность. То есть здесь он пришел для галочки, но он уйти может без галочки и потом вернуться, тем более уже без галочки, а потому что он сам этого захотел. Здесь работа уже идет, окружение вокруг. В общем, окружение не заставлять своих третьекурсников, четверокурсников приходить улыбаться и махать флагами. Здесь хорошее поле добавлю для реализации студенческого актива и вуза, наверное, это первокурсники, потому что это ребята, которые только-только закончили, у них появилась какая-то свобода, у них появился какой-то статус. И в данном случае, да, вот надо цеплять. И активист для галочки, наверное, у них, чтобы даже в принципе этого понятия не возникало, потому что нужно быть, нужно казаться, не казаться точнее, а нужно понимать, что ты нужен. Если у меня внутри будет понимание, что я нужен, даже здесь просто постоять с флагом. Даже ощущение своей значимости, это же, наверное, все-таки тоже удовлетворение какого-то своего внутреннего эгоизма. Конечно, эгоизм тоже бывает разный, в том плане, что одно сделать по себе просто приятное, другое дело, там, не знаю, совершенно уже там пускаться в какие-то крайние степени. Поэтому все-таки эти понятия, наверное, я думаю, пересекаются. Здесь мне сложно, на самом деле, разговаривать, потому что я уже мыслю даже как волонтер, я очень много лет волонтерством занимаюсь, и когда там воспитывали ребят перед универсиадой, тоже было такое, что в голову им вбивали, что, ребят, если тебя не будет, все, универсиада не состоится. Вот все будет грустно, плохо, что-нибудь там случится, кто-то там не дойдет докуда-то. И вот этот момент, ну, я, в принципе, так вот, наверное, это веду и сейчас, и в наших организациях, где я непосредственно, либо в руководстве, либо в активе. И мне важно понимать, что каждый человек нужен. И очень, я уверена, как тяжело КФУ, потому что очень много людей, очень много студентов. И как сделать правильные крючочки, чтобы завлечь, это дорогого стоит. И на самом деле хочется, чтобы таких примеров, вот таких ярких примеров, когда есть крутая студенческая организация, их таких должно быть намного больше. Хорошо. Спасибо. И на этой ноте мы переходим к следующему вопросу. Ролевая модель. Как преуспеть во всем? Мы сейчас как раз-таки обсудили, как вроде бы должно быть. Ну, а какие практические аспекты вы можете нам, так скажем, поведать? Все-таки у каждого свой, так скажем, секрет успеха. В каждой сфере, в каждом направлении. Поэтому начнем с Алины Васильевны, пожалуйста. Я думаю, что здесь, наверное, у всех присутствующих будет примерно одна и та же модель. Это расставление приоритетов и это правильный тайм-менеджмент. То есть если вы понимаете, что вам это надо, что вам это интересно, вы всегда найдете на это время, даже если у вас очень плотный график, даже если вы спите по несколько часов в сутки, но вы сделаете это, потому что вам это интересно. Либо интересно, либо интересно с какими-то вытекающими последствиями, потому что вы поставили себе это в цель и вы поставили себе задачи, которые надо сделать для того, чтобы добиться. Для того, чтобы стать президентом, надо тоже поставить себе какие-то цели. А здесь главное саморазвитие все-таки еще, это тоже очень важный момент. И все-таки планирование. Планирование это очень сложное, но это сложная работа над собой. Но если человек научился планировать свой день, то у него все, мне кажется, получится и все возможно. Спасибо. Сергей Сергеевич. Я попробую не повторять мысль про тайм-менеджмент, потому что действительно это универсальный совет, который в каждого я взялась в голове. Я просто хочу сказать, что на мой взгляд совет это не бояться пробовать себя абсолютно в разных областях, потому что попробовав себя здесь, 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 рано или поздно, ты поймешь, что тебе ближе и сумеешь сконцентрироваться на том, что тебе нравится. То есть я вот как человек, который деятельность моя ежедневная, она условно может быть сегодня утром я пишу текст, который будет зачитывать ректор, вечером я копаю яму, потому что на завтра посадка аллея, а после этого я, не знаю, встречаю еще кого-нибудь. То есть я пробую себя регулярно в разных областях, я поэтому развиваюсь вот по-разному, в разных аспектах. Мне кажется, вот этот совет универсальный, то есть нужно пробовать себя везде, и уже в какой-то момент ты сконцентрируешься на том, что тебе наиболее близко, почувствуешь свои сильные стороны. И уже в этот момент включается тайм-менеджмент, уже в этот момент включается при расставлении приоритетов. Можно у меня вопрос как раз? Да. Я бы хотела спросить, а нужно ли преуспеть именно во всем, во всех направлениях? А я это не говорил. То есть лучше всех копать яму, лучше всех встречать гостей, лучше всех писать текст ректору, а не нужно ли, может быть, выбрать одно направление и в нем стать лучшим и воспитать в этом? Я бы, может быть, и согласился, если бы у меня не было десятков примеров ребят, которые начинали в одной сфере, потом случайно оказывались в другой, делали ошеломительную карьеру в ней. Вот что греха стоить? Вот здесь вот сидит господин Прокопий. Сейчас он возглавляет штаб студенческих отрядов. То есть это большая, одна из крупнейших организаций в районской федеральной университете. А вот мы когда с ним разговаривали, вот он, может быть, сам об этом расскажет, как он начинал. Он начинал как активист в клинической профсоюзной организации. И я не уверен, что если бы он остался в профсоюзной организации, что он бы вообще там остался. — Вот я и говорю о том, что он выбрал. Нужно ли преуспеть одном моментном во всем. Не о том, что пробовал речь идет, а именно нужно ли преуспевать во всем. Вы говорите, я успеваю все. Я утром копаю яму, тут встречаю, тут потом вот это, тут еще что-то делать. — Важный аспект, которым мы вообще, в принципе, сегодня как-то почему-то не говорим, то, что активист очень редко бывает успешен, когда он один. Активист – это всегда команда, это общность, это организация и так далее. Поэтому я не говорю, что я один побежал копать яму. Нет, я всегда работаю в команде. У меня большая команда людей, правильно замотивированных, которые понимают собственную значимость именно в этой вот… Для чего мы копаем эту яму? Чтобы без этой ямы вуз закроется, завтра говорю я им. И они, блин, вуз закроется, надо копать. Я веду к тому, что надо попробовать себя везде, и уже в той сфере, которая у тебя получается, в ней приспевать. Я с вами согласен, не нужно быть везде, быть везде невозможно. Хорошо, вы нам очень рекламировали руководителя студенческих трудовых отрядов вашего вуза. Вот тогда вопрос к вам. Вы, если были активистом профсоюзной организации, потом перешли в стройотряда, вы продолжаете деятельность профсоюзной организации или нет? Ну, начну с того, что я там был совсем недолго, то есть я только начал буквально, да. Но нет, 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 нет. Я согласен с Сергеем в том, что надо попробовать себя везде, потому что когда ты приходишь в университет первокурсником, вот я пришел, я не знал ничего. И постепенно ты пробуешь себя в одной организации, в другой, в второй, в третьей. И за первый год обучения, на мой взгляд, у студента складывается полная картинка, где ему привлекательнее всего, удобнее, где он может развиться максимально. Вот для меня такой площадкой стали студенческие отряды. И в них я пошел дальше, 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 дальше. Конечно, сейчас я поддерживаю отношения с всеми ребятами, с всеми организациями, но тогда я сделал свой выбор. Все. Но попробовал я все. Вот как-то так. Очень пугающе. Все. Нет, продлю Сергея Сергеевича. Нравится Сергей Сергеевич, как звучит. Вопрос как раз командой. То, что я хотела сказать, да, вот как преуспеть во всем, для меня, наверное, одно из приоритетов это деделегирование. Если ты классный руководитель, если у тебя есть ребята, которым ты доверяешь, то это вот вопрос делегирования, наверное, благодаря ему можно много чего успеть. Но здесь надо научиться правильно это делать. Я тоже к этому очень долго шла. Наверное, до сих пор иду, потому что часто ты в картинку видишь одну, люди делают по-другому, ты начинаешь нервничать. А, почему вы сделали не так? Значит, ты неправильно объяснил. То есть к себе опять какие-то претензии должен предъявлять. Но вот этот вопрос делегирования, наверное, он один из приоритетов при успевании во всем. Ну, а второе, самое-самое для меня главное, я не знаю, как у вас, друзья, но мне самое главное, я всегда это говорю на мастер-классах, по ораторке, по актерке, по мотивации, по бренду, самое главное кайфовать от процесса. Если вы будете копивать от процесса, вы можете не спать. Зачем сон? Я же сейчас должна дать дед. Вы можете оказаться в нескольких местах одновременно. Таксист будет бешеными глазами ехать, а ты говоришь, дяденька, две минуты осталось до съемок. Ну, то есть у меня бывает такое, что в данный момент Сюль Владимировна согласна, что, может быть, надо выбрать. До сих пор я в поиске, в свои много лет, я до сих пор в поиске. И я не знаю, будет ли мне лучше, если я выберу все-таки что-то одно. Потому что это и новости, это и проекты, это и активизм, это и молодежная политика, и это постоянно много-много всего, это форумы всеразличные. Но я получаю удовольствие, мне кайфово, короче, от этого всего. И для меня важно проживать эту жизнь, проживать эту жизнь. Не прожигать, а гореть и не сгорать, как поются в песне. Вот. Спасибо большое. Сейчас тут много было сказано про тайм-менеджмент, делегирование обязанностей. Это, конечно, хорошо, но для всех ли это? Потому что все-таки не стоит забывать, что для нашего поколения сейчас свойственно, что говорится, в омут с головой. Когда человек попросту увлекается одним определенным направлением и попросту перестает обращать внимание на все остальное. Такая проблема есть. Это хорошо. Но мы сейчас упускаем как раз-таки один очень важный аспект студенческой жизни – это учеба. Другой вообще вопрос. И как раз-таки хотелось бы узнать, как активисты в ваших организациях, может, тут будут и интересные истории из зала, справлялись с тем, что совмещали свою активную студенческую жизнь с учебой. Потому что понятно, что в гуманитарных университетах там одна занятость на гуманитарных специальностях. В технических зачастую это сложнее, что демонстрирует, так скажем, показатель отчислений с этих специальностей. Вот. И, конечно, хотелось бы услышать историю из зала. Да, пожалуйста. Я хотел бы вначале извиниться немножко, потому что мне просто очень, прям не задевает смысле, мне очень интересна была та тема, о которой сейчас они говорили. Извините, пожалуйста, я просто используюсь моментом, хотел бы вас спросить. Было же обсуждение, когда мы говорили о том, что пробовать себя в разных, или же быть каким-то специалистом в одной области. Я немножко, наверное, пойду против этой тенденции, которая сейчас держится. Ну, то, что пишутся всякие статьи, то, что ты должен выбрать что-то одно и следовать этому. Ты должен быть специалистом, например, программистом или кем-либо угодно. Да, это правильно, это хорошо. И, наверное, сейчас бы неправильно было бы говорить, что, во-первых, как сказал дядя Сережа, ну, извините, пожалуйста, так уж, привет. Как он сказал, сначала ты должен их всех опробовать, прежде чем что-то выбрать, правильно? Ты же не можешь просто, ну, я хочу быть, например, одним каким-то специалистом, ну, давай попробуй программистом, а вдруг не получится. Надо сначала попробовать. Но нет, самое главное важное. Что хотел бы сказать. Это, извините, немножко за прямоту, да, но когда ты какой-то один специалист, и ты прям все силы туда вкладываешь, это в основном как раз и есть тот, ну, ладно, вот я просто как раз на информационном направлении, с IT-области, да, и как раз в компании программисты, которые там сидят, они в основном есть эти специалисты, они сидят, отрабатывают свою зарплату, сидят и, ну, как бы делают то, что им прикажут. А вот именно как раз руководители, которые всесторонне развиты, и которые могут чем-то другим, ну, еще использовать свои личностные качества, они как раз и, ну, они играют большую роль, согласитесь, и они как бы больший вес имеют. А здесь как раз сыграло роль то, что они когда-то были, ну, всесторонне развиты, а не просто каким-то одним специалистом. Ну, надеюсь, пойму, просто извините, первокурсники пока еще этот, со словами не очень дружат. Продолжение темы. Да, конечно. Просто продолжение темы хочу сказать, что не так давно к нам приезжал в университет директор компании «Росатом», и вот он озвучил вот такую мысль, которая, на мой взгляд, очень интересная, то есть атомная большая корпорация, и у нас есть вот физико-технологический институт, где вот обучают ребят именно по этому профилю. И что он сказал, когда к нему обращались студенты с вопросом? Он сказал следующую мысль, что это очень здорово, что есть вот ребята-специалисты, но если раньше «Росатом» набирал команду целиком из ядерщиков, то сейчас он так не делает. Он берет команду ребят, которые компетентны в разных областях, которые умеют, есть управленческие навыки, которые умеют, маркетинговые навыки, которые при этом немножко понимают и физики, то есть на стыке. И таким образом, если человек силен в этой области, силен в этой области, он уже в целом становится более интересен работодателю. И если брать вот именно студенческое управление как одну из функций, это подготовка к именно будущему рынку, к выходу на рынок труда, то мы должны делать таких ребят, как мне кажется, которые будут себя спокойно чувствовать и в этой сфере, и в этой сфере, и у которых у них получается автоматически больше выходов в будущее, нежели вот если бы он физик-ядерщик, он только здесь вот работает, движется вот по этой колее. Поэтому да, молодой человек абсолютно прав, как мне кажется. Нужно уметь много раз. Мы должны делать, Адал. Хотеть. Мы могли бы. Можем предоставлять площадки для того, чтобы человек развивался. Да, да, да. Я абсолютно согласен. Там рука есть. А, да, конечно. Всем доброе утро. Вам не кажется, что вы теряете небольшую нить, что если ты крутой профессионал, и ты круто делаешь свое дело, то ты потом можешь развиться в этого начальника и уже быть им? Потому что, ну, есть действительно много примеров. Я недавно слушал подкаст о разработке видеоигр. И я знаю, наверное, многие слышали о такой компании, как Blizzard. И это люди, которые сделали World of Warcraft и Diablo и прочие игры. При разработке консольной версии Diablo 3 был один разработчик, который именно занимался портированием Diablo на консоли. И он так много идей предлагал, что в итоге он стал практически во голове разработки, хотя он начинал, по сути, с малого. Я считаю, что вы идете не от того вбляжи, а от кого-то общего. Мне кажется, нужно идти от частного. Вот что я хотел сказать. Спасибо. Ну, тут, скорее, зачастую очень индивидуальные истории. Все-таки у многих программистов есть и проблемы с коммуникабельностью. Я думаю, многие, кто сталкивались с ними, они об этом знают. Да, пожалуйста. Артем эксперт у нас хочет. А, да, пожалуйста, эксперт. Коллеги, друзья, добрый день. Я очень внимательно наблюдаю за нашей хорошей такой субботней, утренней дискуссией. Действительно, в субботу утром собрались те, кому интересна тема, которую мы сегодня обсуждаем. И, да, активисты не для галочки здесь собрались. Я ждала, когда прозвучит ключевое слово. Кроме того, что активисты, студенты – это замечательно, конечно, есть еще учебы. И в университет они поступают в первую очередь как студенты, которые хотят получить образование. Я, с одной стороны, может быть, выскажу мнение как преподаватель. С другой стороны, я тоже прирожденный активист. И вот в нашей выпускнице, в нашей коллеге вижу вообще прирожденную комсомолку, коей сама являлась. Горящие глаза – это еще оттуда. У меня за спиной тоже большая школа. И тоже, действительно, я много-много лет нахожусь в университете родном. И хочу сказать, что университет наш, хотела особенно подчеркнуть, не потерял самые даже тяжелые времена. Вот эту очень важную воспитательную, социально-воспитательную стратегию университет сегодня не возобновляет, а университет сегодня наращивает. И во все времена, даже в самые сложные, вот этой теме, от которой, собственно, и появился вот этот термин «активизм», этой теме всегда уделялось внимание. Стратегия развития университета – это глобальная тема. И личные, частные успехи, они с этим связаны. Я как преподаватель могу сказать, что учеба никогда не мешает активным студентам. И активная студенческая жизнь, хочу заметить, тоже как и активист студенческий, и преподаватель, и как куратор, еще одно слово здесь еще ни разу не прозвучало, как человек, который может сорганизовать своих студентов. Активная студенческая жизнь только всегда способствовала учебе. И могу совершенно уверенно сказать, несколько ярких примеров есть. Я сама являюсь лучшим куратором университета, который за собой ведет лучшую группу университета. И хочу сказать, что пока мы были в самом ярком, живом, активном режиме, поверьте, вся группа сдавала сессию только на самые высокие баллы. Здесь в зале сидят студенты следующей группы, которая курирует. Сзади меня с хорошей техникой Настя сидит. Я даже не знала, что она здесь будет. И не могу сказать, что активист она для галочки, или ее личная мотивация, что она здесь сейчас сидит и фотографирует, нас снимает. Но это же внутренняя мотивация. И я понимаю, как ей важно, что куратор, в общем-то, находится в числе экспертов, и есть на кого ориентироваться. Поэтому хорошая учеба – это хорошие активные студенты. И никто никогда меня не переубедит, что студенческая активная жизнь, она мешает учебе. Поверьте, преподаватели, так сказать, коллеги по цеху, они всегда приветствуют активных студентов. Почему? Потому что активный студент, он очень ответственный студент. И сколько вокруг меня было студентов, ну, таких активных, они сегодня, много из тех, кто уже выпустился из университета, они занимают очень активную жизненную позицию, они представляют лицо университета, республики. Поэтому не только потому, что это журналисты-студенты, но это еще и очень активные студенты. На самом деле институт, институт урознь. Понятно, что если человек, у него, так скажем, его активистская деятельность сродни его профессиональной, той, которой он обучается, на факультете журналистики в институте, то понятно, что тут никаких проблем с учебой возникать не будет. Потому что люди, которые также занимаются в студенческих научных обществах, у них тоже зачастую очень хорошая успеваемость. Другое дело, если эти сферы не связаны, и скажите, например, студенту физфака, что активизм не мешает учебе. Он вам не поверит. А я вам скажу, что это тоже заблуждение. В свое время, когда я училась в университете, это был конец 90-х, только на физфаке зародился самый первый активный студенческий клуб. Олег Гарбузов и те, кто вообще, ну, мое поколение, ну, тем не менее, самый активный, и вообще все первые такие проекты, они были вот на нашем физфаке. Поэтому не специфика гуманитарная или естественно определяет внутреннюю энергию студенческую, а я думаю, что влияние университета, влияние куратора, влияние преподавателей, личная заинтересованность и та атмосфера, в которую попадает студент. Вот на первых сентябрьских днях вот наши студенты попадают в такой ажиотаж, начиная с праздников в деревне универсиады, такой получают драйв, такой получают, ну, просто несравнимый ни с чем, искрометный энергетический потенциал, что… В технических институтах как раз другая проблема, что они получают этот драйв, и потом не могут никак из этого драйва выйти, чтобы начать учиться. Да, но здесь должна быть грань всегда. Для этого существует, естественно, разумная позиция тех, кто это определяет. Поэтому я думаю, что студенты ориентируются и на своих коллег старших, и смотрят на своих старших сокурсников. Конечно. Спасибо. А вопросы из зала? Одну секунду, сказать большое вам спасибо за то, что именно вы сказали, представитель профессора преподавательского состава, именно из ваших уст прозвучали эти слова, потому что я прям готов подписаться под каждое из ваших слов. Спасибо вам. Спасибо. Ну, мне тоже очень приятно, что вы озвучиваете, с вашими устами звучат очень важные, очень ценные такие мысли, за которыми мы тоже, естественно, как эксперты, как ваши коллеги, готовы тоже подписаться. Да здравствуют наши федеральные университеты. Спасибо. Но, к сожалению, наше время ограничено, и поэтому давайте перейдем к вопросам из зала. Я тут видел довольно-таки большое количество рук. Так, девушка с краю. На самом деле, когда мы говорим об успешных ребятах, да, мы почему-то забываем о том, что успешный студент – это человек, который успевает и в учебе, и в активной деятельности. Ну, не хотелось бы хвастаться, конечно, но я заместитель председателя ССУ-САФУ по проектной деятельности, на моем счету около сотни мероприятий, ну, как участника еще изначальной, так уже организатора, вот. Но при этом я умудряюсь учиться на отлично. Конечно, я гуманитарий, понимаю прекрасно, что у наших ребят из других высших школ ситуации бывают разные, но дело в том, что, на самом деле, помимо планирования и всего остального, очень большую роль играет, на самом деле, твои взаимоотношения с преподавателями, с другими студентами, твоя гибкость, твое умение находить общий язык, находить решение, пути решения каких-то проблем. Это тоже, на самом деле, очень важно. Ну, и прежде всего, конечно, мы приходим учиться, это нужно осознавать, потому что, действительно, если мы студенты-бюджетники, то государство выделяет на нас такое количество денег, что можно построить детский сад, и нужно, конечно, осознавать, что какими бы мы классными активистами ни были, учеба тоже должна играть очень большую роль, поэтому… Большое спасибо. А теперь хотелось бы услышать, конечно, мнение технаря. Есть такие в зале? Я вообще музыкант, я могу тоже свое мнение сказать. Пожалуйста. Про технарь. Я лично первогодкой могу сказать спокойно, что любому технарю нужно развиваться именно как активисту, потому что можно даже привести такой глупый пример. Научить человека забивать гвоздь, дай ему шуруп, он его тоже забьет. Поэтому если обучаться разносторонне, разносторонний развитый человек – это будущее. Это будущее нашей страны, потому что будь ты хорошим специалистом в IT, вдруг тебе потребуется, например, порубить мясо, ты же не сможешь, ты же не обучался. Если ты будешь развиваться в различных степенях, получается, в разных направлениях, ты сможешь помочь человеку, сможешь добиться чего-либо, потому что, зная больше, ты можешь больше. Если развиваться только в одном направлении, можно сказать, что ты просто не жил, потому что ты видишь только одну сторону монеты, когда нужно смотреть именно на две. Спасибо. Это на самом деле очень сильно зависит от планки, которую себе ставит человек. Будешь ли ты конкурентоспособным, если ты работаешь в среде, в топовой, в которой люди тратят на то, чтобы повышать свои навыки, огромное количество времени. Понятно, что ни на какой активизм у тебя времени оставаться не будет. Тут зависит от личных интересов. Давайте так же перейдем. Вот тут есть, я так понимаю, совершенно альтернативное мнение. Можно я секундочку сейчас скажу технорю? Просто я за вас буду тогда переживать. Программисты и так практически не спят, потому что всегда смотрят в свой компьютер. Если вы еще будете отвлекаться на что-то другое, вы же вообще тем более спать тогда не будете. Вы будете уметь рубить мясо, вы будете сесть за компьютером, и вы тем более спать не будете. Поэтому я не приверженец того, что надо еще учиться дополнительно чему-то, потому что есть еще, кроме тех навыков, которые вы можете получить дополнительно, есть все-таки что-то встроенное в человека, то есть какие-то гены. То есть вот если человеку дано быть коммуникабельным и из программиста стать руководителем, например, а не просто уткнуться в очках в компьютер, то у него это все получится. Без дополнительных какого-то, без неформального дополнительного образования, без еще чего-нибудь. То есть вот если дано, то дано. Да, бывают дополнительные, ну, исключения из правила, так сказать, когда можно чему-то научиться, еще что-то сделать. Но зачастую все-таки зависит все от самого человека, что ему дано, что он сам для себя выбирает. Допустим, в свободное время от компьютера я могу еще заняться чем-то. Но я все-таки приверженец той мысли, что лучше ставить себе один вектор своего развития и идти по нему. Пошагово, поступенчато, но по одному. Прости, прости. Я просто хочу сослаться на пример одного человека, который с тобой не согласен, Лиз. Его зовут Владимир Путин. И не так давно выступая, буквально неделю назад выступая перед студенческой молодежью, он сказал такую вещь, что университеты должны развивать так называемые soft skills. То есть это те навыки, которые не дают основное базовое образование, а вот дополнительные, скажем так. В том числе активизм, это не равно soft skills, сразу хочу сказать. Но это один из каналов, один из методов, инструментов развития. Здравствуйте, дорогие друзья. Я представитель Сибирского федерального университета, обучаюсь на юрфаке. Хотела бы как раз дополнить слова Сергея, продолжить его мысль. Хотела бы поделиться своим опытом. Как я воспринимаю общественную деятельность? Я юрист, я должна развиваться в этой сфере, это мне интересно. Я не могу не уметь писать документы, я не могу не уметь разбираться в законодательстве. Я это обязана делать. И, наверное, могу сравнить себя, наверное, с технарями, которые бесконечно заняты. Я могу рассказать, что я тоже постоянно занята, постоянно что-то делаю по своей специальности. У меня нет такого, что у меня есть свободное время, его очень много. Но в то же время я воспринимаю общественную деятельность как площадку для формирования надпрофессиональных компетенций. То есть я выбираю какие-то сферы, в которых мне было бы интересно развиваться, где я могу научиться, например, публично выступать, могу научиться коммуницировать, общаться с аудиторией. Как эгоизм с другой стороны, на самом деле. На самом деле я это воспринимаю не как эгоизм. Для меня это как площадка для роста. То есть я развиваюсь, с одной стороны, на учебе как профессионал, по своей специальности, а с другой стороны, я получаю надпрофессиональные навыки, чтобы в моей профессии мне это пригодилось. Да, я на самом деле согласен с вами, как раз я к этому ввел, что эгоизм всегда не имеет негативный оттенок. Тут были технари, которые, когда говорили о том, что активизм только помогает совмещать, они мотали головой и прям были не согласны. Да, хотелось бы снижать ваше мнение. Здравствуйте, я Никита. Учусь на ВМК. Это прикладные математики и информатики. Соответственно, техническая специальность. Я технарь. Да, я технарь, признаюсь. Я клуб анонимных технарей. Я просто хочу сказать, что здесь было очень много личных историй. Каждый говорил про кого-то своего знакомого, каждый говорил про себя. И я хочу сказать, что мне очень понравилась ваша точка зрения про то, что надо заниматься тем, что нравится. Если вам нравится совмещать все, и вы чувствуете, что у вас это получается, делайте, как это говорит Айдар. Это молодой человек, который в самом начале говорил. Если вам нравится заниматься целенаправленно в чем-то одном, занимайтесь этим. Если вам нравится совмещать учебу вместе со своим активизмом, сделайте это. Многие люди… Просто в действительности очень много примеров, которые показывают, что активизм помогает учебе, активизм не помогает учебе. Но при том очень много примеров, которые показывают, что человек добился успеха. И неважно, какой у него был аттестат. Бывают даже отчисленные люди добираются. Бывают даже отчисленные люди. Таких примеров достаточно много. То есть буквально недавно было на паблике «Гарвард бизнес интервью» было интервью Стива Джобса, в котором он говорил, что одна из самых лучших вещей, которые с ним случались, это то, что его отчислили из университета. То есть это все сугубо индивидуально. Если вам нравится заниматься чем-то, что идет притык учебе, то вы потратите на это время. Если вы хотите совмещать, просто у вас будет два дела, которые надо сделать. Это в учебе и в своем направлении. Вы знаете, что если вы не потратите время на учебу, то вы можете сделать чертовски классно в своем направлении активизма. И это поможет вам в будущем. Просто надо проставить приоритеты. То есть, как и говорилось, надо расставлять приоритеты, заниматься тем, что нравится. А что это именно, учеба или активизм? Надо грамотно совмещать. Спасибо. Спасибо. Обсуждение вопроса у нас подходит к концу. Я хотел бы подытожить. Конечно, получается так, что зачастую сам по себе активизм различных направлений выступает в роли инструмента, в том числе и профориентационного. Потому что все понимают, что у нас сейчас в стране порядка 50% студентов работают после выпуска не по специальности. Все понимают, что они сначала поступают, думают, что это им интересно и разочаровываются в выбранном направлении. И как раз активизм — это тот, так скажем, демпфер, который помогает им сгладить как раз-таки негативные факторы, которые влияют на их развитие, на их мировоззрение, чтобы окончательно не разочароваться и не пойти работать попросту обслуживающим персоналом. Поэтому дальше мы переходим к следующему вопросу, который как раз-таки связан с административной поддержкой, административный ресурс во вред или во благо. Наши спикеры. Кто хочет первого искусства? Ну, потом мне времени не хватит. Может быть, я чуть-чуть еще совмещу тот вопрос с этим. На самом деле, про техноре очень много сегодня говорят. Друзья, я музыкант по образованию в Казанске-Федеральном педагогическом образовании, но изначально 5 лет — это консерватория, 4 года. Это колледж музыкальный, я музыкант, я дирижер-хоровик по образованию. И мне было очень сложно учиться, потому что наши структуры, вузовские, вуз, наша консерватория, мы живем в каком-то вакууме отдельном. И для меня было, например, очень сложно пробиться, но за определенное время я стала председателем, потом, потом, потом член ученого совета и еще очень много всего. Скажу все-таки, наверное, фразу, а то Сергей Сергеевич скажет об этом. Сейчас, когда разговариваю в кулуарах, тоже меня называли универсиадой Олимпиады, потому что всех раздражало то, что я успевала учиться и успевала активничать. И мне было сложно в плане административного ресурса, потому что, к сожалению, мой ректор, мой учебно-педагогический состав, они не понимали, что это действительно помогает. Вот я там с гордостью могу сказать, что, проучившись 5 лет в консерватории, 4 года я была председателем студенческого совета, и благодаря этому я стала такой активной, общественной, открытой. Меня знает там вся республика. А потом они все вообще думали, что консерватория — это кулек. То есть нас почему-то все время сравнивали. Но в данном случае я очень сильно завидовала себя казанскому федеральному, национальному исследовательскому. Всем завидовала, серьезно, потому что я знала, какие у вас крутые студенческие организации, как вас классно поддерживают. Ребята, у вас есть стипендия какая-то, материальная поддержка. Я такая, да вы что, серьезно? За это даже в денежку какую-то платят? Для меня это было просто такое, ого! А у нас в ВУЗе это было, ну я совершенно, наверное, отстраненный пример, но пример того, что как было сложно, но очень хотелось быть в активе, очень хотелось движухи какой-то. И сейчас, благодаря тому, что вот это началось, я очень радуюсь там, в консерватории это есть, потихонечку-потихонечку ребята понимают, что все-таки это нужно. Сейчас я являюсь педагогом в музыкальном колледже, и я прям заставляю, конкретно своих студентов, я заставляю, пошли туда, пошли сюда, ладно, потом научимся с тобой. То есть я знаю, что у меня есть определенное время, которое я могу дать именно на специалистный предмет, но я знаю, что вот сейчас там в каком-то концерте даже он получит больше в плане дирижерских хоровых навыков, он намного больше получит при общении с какими-то людьми и профессионалами своего дела, чем он будет сидеть со мной, и 45 минут мы с ним будем от начала до конца проходить программу. Я, наверное, поэтому одна из любимых преподавателей, ну, ко мне очень действительно любит ходить, и очень классно, что я очень радуюсь, подытоживая, что в Казанском федеральном, я уверена, что и в ваших вузах есть вот эта поддержка, и это действительно дорогого стоит. Радуйтесь этому, ребят. Сложный вопрос, конечно, административный ресурс. Наверное, мое личное мнение, что административный ресурс можно иногда для себя, ну, конечно, все студенты поймут это потом с возрастом, поймут уже к выпуску, когда начнутся ностальжи и все вот эти вопросы, и вы тогда поймете, что административный ресурс иногда как волшебный пендуль. Вот вы сначала не понимаете, что это вам нужно, не понимаете, что вам это пойдет на пользу, вы не понимаете, что, например, вас могли заметить, отметить, и, ну, как бы спроецировать, что вот в данной сфере ты вот точно можешь чего-то добиться. И студент может это воспринять, ну, то есть в штыки и сказать о том, что не заставляют. Вот тот самый административный ресурс, когда давят, давят на студента. И часто бывает, когда студент как раз-таки думает и предполагает о том, что это давка, что это прессинг идет. Вот, но здесь все зависит от настроя студента. То есть если он хочет выйти, ну, вот встать в конфронтацию, когда он хочет из серии посоревноваться, сказать о том, что у меня нет свободы слова, тогда да, тогда он скажет, что на меня давят, и это административный ресурс, который, конечно же, будет всеми вокруг подразумеваться как вред. Но, не знаю, я все-таки делю 50 на 50, потому что, когда приходит первый курс, мы, понятное дело, проводим все школы активы, например, или когда какие-то выезды. И я лично отбираю тех ребят, которых я хочу видеть в своей команде, которых я хочу видеть в своих организациях. И даже если они не хотят, я говорю, ты, 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 я жду тебя на собрании. Я вот, допустим, прошло недавно собрание по мероприятиям, которые будут дальше. И, конечно же, я спрашиваю, кто, где хотел бы принять участие, в роли участника, в роли организатора. Вот, я выслушала, да, но после этого я сказала, что вот, Светлана, я жду вас на таком-то мероприятии, потому что я хочу работать с вами, я вас здесь вижу. Кто-то воспринимает спокойно и да, 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 вот свет, свет в конце туннеля, я иду за тобой. И это всегда прекрасно, когда такая реакция. Вот, но бывает, когда из серии, ну, как бы, ну, нет. Ну, вот из серии, я вам понравился, вы мне не очень. Поэтому сложный вопрос, но я за то, чтобы иногда административный ресурс был. И самое главное, как его будут воспринимать, воспринимать сами студенты. А если рассмотреть административный ресурс немного с другой, с другой точки зрения, например, не как вот для привлечения к каким-то мероприятиям ребят, да, а как помощь им, например, тем же активным студентам, кто, так скажем, заигрался, заактивничался, и у них возникли проблемы на учебе. На самом деле это для многих, я так думаю, животрепещущая тема в активистской среде, в принципе, вот, актуальная. Когда ты понимаешь, что, в принципе, тебе должны там помочь заместители директоров и прочие. Как раз хотелось, да, сейчас дать слово эксперту, заместителю директора института. А можно я вот секундочку, буквально пару слов. Вы сказали очень большую ошибку, когда сам студент думает о том, что ему кто-то должен. Вот здесь такого не должно быть. Это взаимоотношения, когда ты что-то делаешь для университета, и университет сам тебе это отплатит. Как только возникает вот этот вопрос, мне должны за то, что я что-то делаю, все, это крах. А какой процент активисток так воспринимают свою деятельность? Я думаю, небольшой. Ну, вот кто рациональный, тот понимает, что это крах. А кто наивный, тот может быть еще и другим. Ну, как раз суть в том, что зачастую первокурсники, в принципе, ребята молодые, они зачастую чересчур наивны. Да, пожалуйста, Екатерина. Всем добрый день. Я хотела бы сказать, что, безусловно, административный ресурс должен поддерживать студентов в их активизме. Но эта поддержка, это не только помощь студентам, да, она выражается в различных сферах и системах, в том числе, например, наша образовательная система, которая сейчас выстроена, ну, по крайней мере, в университете, она достаточно либеральна, я вам хочу сказать. Студент может не получить баллы за семестр, он может практически не ходить, но он может прийти, сдать материал. И я сомневаюсь, что какой-либо преподаватель не поставит оценку человеку, который, ну, если он действительно будет знать материал. Да, здесь другой еще есть аспект, о котором почему-то не говорят. Очень часто студенты, ну, вот, грубо говоря, наглеют. Они приходят к преподавателю и говорят, вот я активист, поставьте мне там зачет. Вот такого тоже не должно быть отношения со стороны активистов. Вы должны просто быть готовым к тому, что вы должны ответственно относиться к своей работе. И если вы не ходили на занятия, то восполните это, но придите подготовленным, вот и все. А администрация университета, безусловно, поможет тем, кто делает, делает что-то для университета и делает что-то в своей учебе. Да, я согласен, на самом деле, проблем есть. Сам столкнулся с ребятами, которые чуть ли не грамотые с дипломами и статуэтками приносили на зачет для того, чтобы им поставили хоть что-то. Поэтому, пожалуйста. Доброе утро. Очень жарко, на самом деле, у нас сегодня утро. Включишь телевизор иногда в субботу с утра. У нас вся страна или готовит, или ремонтирует. Как хорошо, что есть единомышленники, которые собрались пообсуждать на самом деле насущные проблемы студенчества. Я бы хотел, наверное, высказать некоторые комментарии, о которых на предмет высказывания Гульфеи. Наша организация была однажды активистка, она в будущем стала дирижером. Я, наверное, понимаю полностью вас. Почему? Потому что каждую сессию у нее были проблемы. Но человек был, на самом деле, очень талантливый. Она окончила наш вуз, стала дирижером. И как-то спустя, наверное, несколько лет в одной из социальных сетей я зашел на страницу и увидел очень много грамот за общественную деятельность. То есть она работает по специальности и так далее. Это, наверное, в поддержку высказанного вами. Но административный ресурс был, наверное, настолько низком уровне, не было понимания со стороны ни декана, ни остальных, на самом деле, преподавателей. Но в целом, я считаю, что административный ресурс, наверное, ресурс во благо. И здесь есть еще, скажем так, один момент, что каждый для себя должен сделать сам вывод. Здесь уже высказывали то мнение, чтобы не перейти, чтобы студент-активист не перешел ту грань и не приходил с открытой зачеткой и говорил, поставьте мне, потому что я заслужил и так далее. Но в большинстве своем, я думаю, что в каждой образовательной организации есть понимание между руководителем общественной организации, представителем администрации. Почему? Потому что если не будет понимания, не будет эффективности в работе. Спасибо. Спасибо. Дальше перейдем обратно к нашим спикерам. Сергей Сергеевич, пожалуйста. Я, на самом деле, хотел на эту тему высказаться, потому что мне не очень вообще понятна, если честно, сама ее формулировка. Потому что, ну, это вот сравнить дискуссию из серии, что интернет – это зло или добро, или оружие – это добро или зло. Это данность. И фишка в том, что убивает это не оружие, убивает человек. То есть это не более, чем инструмент, административный ресурс. И мне близка позиция представителей Казанского федерального света, которые говорят, что надо находить язык с администрацией вуза, которые говорят, что надо дружить с администрацией вуза и работать в тесной связке на благо друг друга. Просто я, свой опыт, если вспоминать, я учился на параллельнической специальности, и работая в руководстве, соответственно, союз студентов, я плохой был студент, я не ходил на пары. Но я при этом понимал, что я работая, я был гораздо компетентнее своих одногруппников, потому что я знал гораздо больше, чем они, практики. И когда я приходил уже на сессию, преподаватели, естественно, ну как, не ходил на пары и так далее. И у меня был любимый замдекана по образованию, который всегда приходил в учебное отдел и спрашивал, ну как, он там сдал? Давайте дадим ему еще день, если нет, отчисляем. И я до сих пор очень благодарен, если бы не онлайн, не знаю, может быть, я вообще бы не закончил. Но это плохой пример, да, это плохой пример мой. Но в том плане я веду к тому, что надо искать ту самую грань, потому что много активистов, которые учатся хорошо, учатся, которые плохо. А есть просто студенты, которые не активисты и учатся плохо. Поэтому как бы тут, насколько как бы это вообще показатель? Я веду к тому, что, если возвращаться к теме, да, что административный ресурс – это данность, с которой надо работать. Я пришел к пониманию того, что дружить с администрацией, мне кажется, не слишком поздно. Надо было прийти к этому раньше. Я бы успел больше, я бы сделал ярче и так далее. Я согласен, что есть люди, которые наглеют. Но мы на то и студенческая организация, мы должны либо воспитывать людей, мы должны давать им правильные ориентиры. В том плане, что, например, наши организации, те руководители студенческих организаций на уровне институтов, если у них начинаются проблемы с учебой, мы говорим, извини, давай ты сейчас, бери неделю, давай ты сейчас за эту неделю закрываешь все свои хвосты, а вот пока твой заместитель, он вместо тебя организует это мероприятие или сходит туда. Людей – это мотиватор. Как, меня отстраняют? Не, не, и они сдают. То есть в плане, что здесь наша задача, как представители студенческого управления, правильно формировать систему, когда действительно будет важна и учеба, когда правильно будет понимание со стороны администрации, которая будет видеть, что этот человек, он развивается, он приобретает профессиональные навыки, он развивает университет. Поэтому, когда все пазлы работают как единый механизм, они когда один обрубают другого, а третий ему начинает как-то там мстить, нет, такого быть не должно, мы единый механизм, мы должны работать сообща, и тогда все волки сыты, и овцы целы. Тогда будет и качественное образование, тогда будут дополнительные навыки, тогда будет университет, который развивается силами самих студентов. Все довольны. Давайте искать гармонию. Существует, конечно, что уходит немножко иначе, когда административный ресурс, когда, в принципе, администрация университета говорит о том, что как это круто, активизм, вот вам крутые мероприятия, огромное количество всего, когда человек только пришел в университет и вроде бы должен заниматься в основном учебой. Кто-то воспримет это правильно, с правильным подтекстом, который предназначался, что занимайтесь этим, как что это дополнительная ваша деятельность, но не забывайте про учебу. А кто-то, так скажем, бросается в это с головой, и в итоге получает не очень плохие, так скажем, не очень хорошие результаты. В итоге доходят и до отчислений, и до академических отпусков, и прочих вещей. Как все же избежать вот этого? Потому что, на самом деле, в данном случае вина есть относительно все-таки определенная и на администрации университета, которая позиционирует активистскую деятельность зачастую как нечто важное и необходимое. Потому что люди зачастую, те же, например, первокурсники приходят, им, например, ректор сказал со сцены, а для них это очень большой авторитет, который, так скажем, непререкаем. Естественно, они думают, что если я хочу в дальнейшем развиваться, и я не буду активистом, нет, буду. И поэтому появляются и вопросы, как стать активистом, и все из этого вытекающие. Я думаю, в зале должны быть в любом случае истории, которые как раз-таки связаны с проблемами, с административными ресурсами. — Извините, пожалуйста, я понимаю, что я уже говорил, но я просто не могу… — Конечно. — Накипело, накипело. — В общем, я хочу сейчас высказаться, наверное, как-нибудь более оперативно, потому что сейчас ребята есть, которые не отвечали, и сейчас начнется жара настоящая, поэтому я быстренько все изложу, но оперативно. — Готовы? — Как раз быстренько возвращаясь к тому первому вопросу, потому что нужно было обратить на это внимание. тетя Лина сказала, что вначале она подразделяет на два пути. Вы помните, сказали, что либо это идет, давайте так скажем простым словом, в корысть, либо же это идет нормально и так далее. Вот смотрите, кому бы вы отнесли человека, просто представим, который будучи, ну пусть станет, ну, например, пусть бизнесменом, ему нужны как раз активические эти деятельности, например, там развитие ораторского искусства, как говорила девушка, например, еще какие-то навыки, ну, в общем, которые мы знаем у бизнесменов. Кому бы вы отнесли это, например, к тому корыстному человеку, или же человеку, который, ну, вот второй, который вы бы сказали. Ну, быстренько сейчас просто перескочу еще, ладно? Про административный ресурс, раз уж у нас эта тема. Пожалуйста, держите микрофон. Да, извините, не нервы. Административный ресурс, раз он здесь вопрос стоит. Ладно, говорили про Стива Джобса, ладно, вот просто хотел… Почему ладно? Просто сейчас же у нас все немножко хейтит, ну, это такое слово хейтит, когда… ну, вы знаете, наверное, что такое хейтит. И то, что все говорят про Стива Джобса, все просто фанатеют, ну, просто они не знают, откуда мнение взять и берут, равняются на Стива Джобса и так далее. Пусть это такое мнение существует, я лично один из них. И он однажды такую вещь сказал, ну, раз все уже говорят какие-то цитаты. Он сказал, что человек всегда нужен, такой человек, который при работе указывал бы на дальнейший путь, напоминал о том, что какая-то есть цель впереди, и люди вспоминали и дальше как бы работали. Ну, например, у них выпуск какого-то грандиозного Макинтоша, например. И каждый раз он бы об этом напоминал. Я просто про административные ресурсы имею в виду. Вот такое, мне кажется, как бы… Это позитивное. Спасибо большое за мнение. Я думаю, тут есть и люди, которые также хотели бы высказаться. Да, пожалуйста. Добрый день. Он включал. Добрый день. Смотрите, вот мы перешли к теме, то, что студент имеет проблемы по учебе. А вообще, какой он в дальнейшем будет человек, либо гражданин, если он уже во время учебы, во время своего обучения имеет проблемы по основной своей деятельности. Если он хочет достичь какие-то результаты, он должен уметь совмещать как учебу, а общественность, либо активизм, он должен воспринимать как хобби, и на этой площадке должен проверять свои способности. И только когда его учеба будет совмещена с активизмом, с активизмом, да, с общественностью, то только тогда он в дальнейшем станет успешным человеком во благо своей страны. Такая утопичная ролевая модель, когда вот человек сначала этим позанимался, понял, что он успевает, и начал постепенно к себе, так скажем, набрасывать определенные дела, которые развивают его уже с другой точки зрения. Это понятно, все понимают, что так необходимо, но зачастую так не бывает. Вот бывает. Бывает, но опять-таки это зачастую как раз-таки исключение из правил. Я студент-технарь по специальности строительства автомобильных дорог, и я как занимаюсь общественной деятельностью, еще параллельно успеваю учиться в гуманитарном вузе. Также нужно понимать, что активизм урознь. Бывают какие-то активисты, которые приходят периодически на определенные мероприятия, помогают общественным организациям, а по цессию все, я сижу, учусь. А бывает деятельность, которая зачастую, так скажем, не имеет выходных, когда у тебя есть определенные проекты. 24 на 7. 24 на 7, да. Понимаете, не надо человека ограничивать. Каждый человек сам себе ставит рамки. Если человек хочет преуспеть во всем, либо в чем-то одном, то он будет развиваться и расставлять все свои приоритеты так, как ему надо, и что он хочет добиться. Вот и все. Спасибо. Да, мнение экспертов. Да, я хотела немного прокомментировать. Вот весной этого года мы на Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций проводили исследования, исследовали мотивацию занятий учебной и неучебной деятельностью, и, собственно, уровень их субъектности. И вот, значит, абсолютно адекватной и эффективной субъектностью обладают студенты, которых наблюдается баланс между учебной и неучебной деятельностью. Но это вроде бы кажется очевидным, да. Но как ни странно, на втором месте по уровню развития субъектности оказались именно те студенты, у которых выше уровень занятия мотивации внеучебной деятельности, то есть общественной активностью. Вот это нам показалось очень интересным, потому что оказывается, что субъектность наименьше развита у студентов, которые только в учебе, только в учебе, потому что им не хватает вот этой общественной активности для того, чтобы развить свои профессиональные компетенции. Но, опять-таки, это может быть специфика нашего института, потому что я не представляю, как можно быть профессиональным, компетентным политологом при отсутствии активной гражданской позиции. Но, мне кажется, здесь активизм и, собственно, учеба — это такие единые вещи, без которых невозможно просто. Спасибо. Может, есть еще желание высказаться? Да, последний комментарий, мы продолжим. У нас в Северном Арктическом Федеральном Университете у ректора очень такая хорошая позиция, она говорит, что не будет студентов, не будет университета. И на одном из ученых советов, она, обращаясь к руководителям технических высших школ, она сказала, что есть такая проблема, вроде бы ребята приходят к нам с высокими баллами ЕГЭ, и потом вдруг отчисляются. Почему так? И на самом деле она сказала, что очень легко отчислить студента, не поговорив с ним, не решив эти проблемы, не позанимаясь. И на самом деле есть такие практики, что ребятам дается какое-то количество пересдач, и потом уже обращение к ректору, и по приказу ректора дается еще одно. Так вот у нас ректор всегда подписывает этот приказ, чтобы ребята не отчислялись из университета. И на самом деле очень здорово, но единственная проблема в том, что почему-то это не доносится до преподавателей. Есть ведь реально преподаватели, которым почему-то в кайф ставить незачеты, плохие отметки. Ну потому что, правда, у нас ребята-технари реально от этого страдают, и очень обидно за них. Спасибо. Добрый вечер. Мы подытоживая вопрос. Конечно, понятно, что активизм, он на самом деле положительно влияет в принципе на студенчество, потому что это, опять-таки, как уже и говорилось, сглаживает определенные негативные вещи, которые несет с собой, так скажем, наша система образования. Что зачастую люди, которые не понимают, куда они пришли, разочаровываются, у них есть выход. Это все понятно. Но также, на мой взгляд, необходимо все же разъяснять ребятам, первокурсникам, для чего они занимаются той или иной деятельностью. Если они будут это понимать, если они будут понимать, какие они профессиональные навыки приобретут, то, скорее всего, они уже будут оценивать рационально, необходимо ли им это в данный момент, и можно ли, так скажем, этим пожертвовать и правильно расставить приоритеты. Потому что, что правильно, для каждого, так скажем, свое. Кто-то, в первую очередь, для кого-то приоритетнее, а активистская деятельность, для кого-то учеба. Каждый уже расставит по-своему. И последний вопрос. Казнить нельзя помиловать. Все же он довольно-таки сильно связан с администрацией. Опять-таки, не кажется ли вам, что зачастую люди, которые воспринимают себя активистами, все же, так скажем, идут в этот активизм для того, чтобы иметь какие-то определенные поблажки? И как раз-таки это и есть зачастую активизм для галочки. Когда ты понимаешь так, мне для определенной стипендии нужны определенные дипломы. Я сюда сходил, сюда сходил, я то-то получил. Я думаю, такие истории есть у каждого. Я хотел бы попросить каждого из спикеров высказаться буквально по одному-двум предложениям на данную тему, чтобы подытожить наш сегодняшний разговор. Казнить нельзя помиловать. Казнить точно нельзя, потому что это выбор каждого человека. И даже если вдруг студент идет ради своих личных выгод, то все равно это его личный выбор. Еще очень важно не забывать, что университет дан не только для того, чтобы чему-то научить, но и для того, чтобы воспитать. Поэтому если человек приходит с такой мыслью, то тут надо заниматься уже и вспоминать о том, что воспитательный процесс в университете должен быть, кроме замечательной, увлекательной внеучебной работы, что надо еще и что-то вкладывать в характер и в голову, потому что приходят иногда вообще прям дети-дети. Спасибо. Полностью согласен с Алиной. И здесь, наверное, еще одно из приоритетов, конечно же, казнить нельзя, это 100%. Это вот есть классный хэштег у наших мэрий на собственном примере. И здесь, наверное, вот в данном случае очень классная тема для студенческих объединений, это показывать примеры того, как ребята и учатся классно, но отлично, и как они активно занимают жизненную позицию, и они точно так же здесь хороши. Если, опять же, первокурсники, приходя, смотрят и говорят, если он смог, почему я не могу? И вот этот вот момент, мне кажется, один из приоритетных и важных. Казнить нельзя помиловать. Лично я прям категорически отказываюсь ставить запятую в какое-то из мест, потому что, как я уже говорил, активисты — это не однородное понятие, активисты бывают разные, и каждому требуется особый подход. Я имею в виду даже, может быть, не конкретно каждому человеку, хотя и это, но к определенным категориям, потому что есть люди, которые изначально заряжены, их нужно правильно цеплять, их нужно правильно мотивировать, их нужно правильно направлять, чтобы он не ушел в какую-то деструктивную деятельность. Есть ребята, которые, наоборот, приходят, которые стесняются, которые не знают, что хотят. Их нужно, наоборот, подсказать им разные возможности, чтобы они могли выбрать. А есть ребята, которые хотят чего-то другого, они не хотят в этом вузе учиться, они хотят в этом вузе что-то заниматься другими делами. Так, может быть, в этом случае надо им дать тот самый пендель, про который кто-то здесь уже говорил, чтобы, ну, бывают такие студенты, на которые смотришь на него и зачем ты сюда пришел, зачем ты пришел в ВУЗ. И, может быть, тебе в этот раз лучше числиться, да, походить год, подумать, понять вообще, куда ты хочешь идти. И в этом случае надо казнить. Поэтому надо смотреть на каждую ситуацию индивидуально, надо только, главный принцип, исходя из блага самого конкретного студента, как для него в дальнейшей перспективе будет лучше. Если ему лучше развиваться именно в качестве активиста, то надо, наоборот, поддерживать. Если ему важно, чтобы он сейчас максимально сконтрировался на учебе, так это другой подход. Поэтому я прямо точно знаю, что я не буду ставить запятую, а буду и казнить, и миловать, если у меня будут такие полномочия. Спасибо. У парней в этом плане грустно, потому что их армия в свете. Существует фраза, которая часто, так скажем, мелькает в различных пабликах о бизнесе, о том, что бедняку лучше дать удочку, а не рыбу. И получается так, что университет дает огромное количество удочек. Это такой огромный, так скажем, магазин, в котором ты ходишь, выбираешь. Но опять-таки, если ты возьмешь сразу несколько и будешь пытаться ловить, так скажем, посредством них, тебе будет неудобно. Все-таки понятно, что в свое время нужно расходовать рационально. И подытожив вообще всю эту тему нашего разговора, казнить или миловать, я думаю, решает зачастую даже сам студент, как бы это парадоксально ни казалось. Потому что зачастую люди все-таки понимают, что они сделали, что они не сделали. И даже, может быть, какой-то тот же казнить может положительно сказаться на человеке, когда его, так скажем, учебную линию обрубят, и он поймет, что у него, оказывается, и не было необходимости этим заниматься. Он там перепоступит, он поймет, что ему хочется заниматься тем, чем он занимался в активистской среде. И это, так скажем, перерастет в его профессиональную деятельность. Да, пожалуйста, Юлия Владимировна. Есть, если я бы хотела сказать. Вообще, я бы, на самом деле, если мы говорим вдруг об этом вопросе, казнить нельзя помиловать, задала бы не только к студенту, но в то же время и к администрации. Это вообще к любому звену. Что бы я хотела сказать? Что вообще любой ВУЗ, любая даже организация должна создавать площадку. То есть ВУЗ должен быть площадкой, где студент должен получить множество компетенций. Как профессиональных, так и, соответственно, тех, которых дополнительных навыков, которые помогут им стать хорошим и высококонкурентным специалистом в той области, которую он выбрал. Общественная деятельность, она как раз может дать эти компетенции. Любому, как говорила Екатерина, политологам, юрист здесь сидит. Действительно, нужны дополнительные навыки. Ораторское искусство, необходимо умение взаимодействовать друг с другом. Самое главное, любому, даже технарю, нужно уметь преподнести свою идею. То есть неважно о том, какой специальности ты учишься, но то, что дает тебе общественная деятельность, умение презентовать себя, умение презентовать свой проект, найти единомышленников, быть где-то, понять, кто ты, генератор идей, исполнитель, или же ты, наоборот, тот человек, который может это довести, или ты менеджер. То есть как раз эта площадка, когда ты можешь за эти 4, 5, 6 лет научиться делать методом проб и ошибок, и к чему-то, соответственно, прийти. Здесь очень тонкий вопрос, мне кажется, взаимодействия между студенчеством и между администрацией. Если оно выстроено, и выстроена хорошая, эффективная модель, и когда действительно администрация понимает и создает условия для саморазвития, создает различные площадки, которые могут использовать студенческие общественные объединения, поддерживает финансово, поддерживает инициативы, способствует их росту. И также это будет способствовать развитию студенческих лидеров, а студенческие лидеры вовлечению, соответственно, будущего актива, тем самым будет рост и студентов самих, и студенческих общественных объединений, и руководителей дальше уже. Потому что, мне кажется, и любой ВУЗ также, но вот я горжусь выпускниками нашего ВУЗа, потому что те, кто из студенческих организаций выходит, они становятся руководителями, или они востребованы в нашей республике, и не только в нашей республике. То есть любая мэрия города Казани наших выпускников с удовольствием забирает, министерства, ведомства и так далее, потому что они знают, что наши студенты, наши выпускники, те, кто прошли общественные объединения, это действительно готовые студенческие лидеры, которые прошли большое количество мероприятий, которые видели уровень организации. И вот здесь, наверное, этот вопрос, поэтому его можно задать ко всем. Еще раз, это действительно, подводя итог, это система, это взаимодействие, и это действительно очень должна быть работа слаженной системы. И самое главное, студент и администрация. Спасибо, Юлия Владимировна. На этой прекрасной ноте мы завершаем нашу программу. Хотелось бы под конец сказать, что занимайтесь активистской деятельностью, но и не забывайте о правильной расстановке приоритетов. И все же, конечно, не нужно звать старшие курсы, улыбаться и махать флагами. Спасибо. Спасибо.